Если ты ведёшь войну, но не видишь, что злое начало гневается на тебя, это признак того, что ты даже не знаешь, что такое ради небес. Ты только слышал, что в книгах написано, что надо делать всё ради небес. Ты говоришь, что тоже хочешь этого, но на самом деле ты даже не знаешь, о чём идёт речь. И из сказанного получается, что на самом деле зло присутствует в человеке, но его не видно, и только благодаря конфликту оно проявляется. Поэтому, если человек будет с ним в мире, он безнадёжно пропал, потому что у него никогда не будет возможности прийти к целетворению. Ведь у него нет отдающих келим, а есть только получающие. А эти келим не могут получать высшее наполнение из-за противоположности формы. И человек не знает силы зла и не считает, что надо убегать от него, пока не почувствовал, что зло делает ему. И поэтому, именно благодаря тем войнам, которые он ведёт с ним, у него всякий раз есть падения и подъёмы. И согласно ощущениям падений, когда ему больно, это приводит его к тому, что он ненавидит зло. Этот отрывок очень важен. Попробуйте в течение дня вернуться к нему. Что нет выбора. Что именно благодаря войнам раскрывается зло, таким образом, что мы обязаны избавиться от него. Мы обязаны раскрыть зло между нами и раскрыть ненависть к нему, проявить её. И с помощью этого мы сможем преодолеть его, противостоять ему и даже исправить и обратить в добро. Нет зла в мире. То, что было добро, потом в разбиении преобразилось во зло, чтобы мы снова обратили его в добро. Редактор субтитров А.Семкин